Когда в Россию пришла пандемия, Христофор не смог оставаться в стороне и устроился санитаром в одну из московских больниц. С начала мая Христофор работает в реанимации, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией. Со 2 до 17 мая у нас в реанимации, по-моему, умерло, если я не ошибаюсь, по-моему, 7 человек за это время. Ну вот я вот за эту женщину больше всех переживаю. Сперва подумал, что это какая-то старуха. Смотрел документы, господи, ей 50 лет. Все были уверены, что она идет на выздоровление. И вдруг она опять впадает в кому, у нее начались внутренние кровотечения и ей совершенно плохо. В мае Россия выходит на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране объявлен курс на ослабление карантинных мер. Но как ослаблять и когда, эту ответственность Владимир Путин возлагает на глав регионов. В Москве, например, после майских праздников заработали промышленные и строительные предприятия. Но столица по-прежнему в эпицентре пандемии. В московские больницы и днем, и ночью продолжают поступать пациенты с коронавирусом. Москва еще в серьезной зоне риска, сказал Сергей Собянин. И о полном возврате к нормальной жизни пока говорить еще рано. Режим самоизоляции в Москве пока продлен до 31 мая. Общественные места без маски и перчаток посещать запрещено. Те, кто на передовой, к маскам давно привыкли. Невропатолог Ксения Гладун сама вызвалась лечить зараженных больных. Она говорит, что получила бесценный опыт. Только вот по дочке очень скучает. Ксения не была дома с середины апреля. У нас есть нехватка кадров, потому что многие из людей увольняются, многие сотрудники заболевают, многие находятся в карантине. Поэтому кадры нужны всегда, причем на всех ступенях. Врач Андрей Кондрашов работает в этой же больнице и говорит, что пациентов пока меньше не становится. Вопрос, когда Москва выйдет на плато, достаточно сложный, уверен он. Пациенты лежат в основном по двум диагнозам. Коронавирусная инфекция подтвержденная лабораторно с маском положительным, либо неподтвержденная. То есть мы видим по КТ, что она есть, а лабораторно она неподтвержденная. Вот соотношение, так на глазок, ну, 15 к 1. То есть у них у всех, скорее всего, реально есть эта пневмония, но мозок положительнее очень маленького количества людей. Ответ на ваш вопрос, он будет зависеть от того, как считать. Сергей Собянин предупредил, что в мае число смертей от коронавируса в Москве будет выше, чем в апреле. Со следующей среды в столице запретят ездить по выданным в Подмосковье пропускам. Галина Полонская, Евроньюз, Москва.